Итак, уважаемые дамы и господа, те, кто изучает массаж, еще хочу поделиться с вами небольшим лайфхаком для массажистов. Используйте колено. Не коленом бить в поддых, а для работы. Например, вы работаете в походных условиях, где нет у вас подушки или на полу. Можно же ногу, которую вы обрабатываете, положить на колено. Вот так вот, видите, у вас получается рабочая поверхность, она открыта и так надержит правильно. И его, собственно, чашечка коленная не упирается в стол. Прорабатываете, соответственно, ягодичные мышцы. Можно, в принципе, сесть даже на стол и с этой стороны также все это проработать. То же самое можно делать и с руками. Вот, например, рука лежит, мы ее здесь проработали, а вот сюда она не умещается, падает. Тогда мы садимся, и вот она у вас перед вами открылась. Можно логотом проработать, мышцы трицепса проработать. Если вы работаете с этой стороны, с тыльной стороны всей руки, у вас от трения она может падать постоянно, лица срывается. Так что упирайтесь коленом. Просто есть стол, у которых выдвижны всякие такие подушечки, подлокотники. Вот их нет, например. Помогайте коленом. Чтобы ваше колено не устало ее держать, делайте упор самому в себя. Вот впервые с ногу в ногу, да? Поставили колено вот сюда. И у вас рука удобно лежит для обработки всей поверхности. Если все-таки вы там что-то растираете, сменили позу, да? Ну, хотя бы можно бедром упереться, вот, чтобы она не падала. Также можно сделать и с той стороны, например, если пациент лежит на спине. Перевернись, пожалуйста, на спинах. Ну, вот, например, руку положили, да? Можно на себя чуть-чуть. Вот, развернули руку, видите, она удобно у вас лежит. Вы ее обрабатываете с этой стороны. Или если работаете, например, с ногой, вот у вас нету подушки, что-то там надо колено поподробнее проработать, да? Используйте свое колено. Подставляем, загибаем. И вот у вас открылась та поверхность рабочая. Вам удобнее, вам ближе. И вы можете подробнее проработать с фе-чашечкой и все окружающие места. Вот такой вот интересный лайфхак. О следующих приемах и всяких секретиках я расскажу в следующий раз. А сейчас запомните и используйте эти простые приемы. Используйте колено в своей работе массажиста интересно-ориентированного практика. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok